В новогодние каникулы я уже рассказывал о том, как чудесным образом вышел на свободу Борис Беляев, экс-вице-премьер правительства Хабирова, осужденный за ущерб бюджету почти на 100 миллионов рублей. Беляев провел в местах не столь отдаленных всего 44 дня после вынесения окончательного приговора и даже сумел выбраться из-за стенков кровавого режима на 5 дней раньше, самого-самого минимального своего срока, но, видимо, потому что у него была уважительная причина, у него жена уже наполнила предновогодние джакузи. Однако не всем соратникам Хабирова, приступившим к черту закона, везет так же, как Борису Беляеву. На минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в деле Рамзиля Кучербаева и вынес окончательный приговор. Бывший министр строительства правительства Хабирова отправляется в колонию общего режима на 7,5 лет. Его подельник, сотрудник ФСИН, с которым они мутили вот эти схемки по строительству социальных объектов, отправляется в ту же колонию на 5 лет. С учетом уже отсиженного почти двухлетнего срока в СИЗО и вполне себе вероятного условно-досрочного освобождения, Рамзиль Кучербаев вполне вероятно выйдет на свободу через полтора года. То есть полтора года все-таки после окончания следствия и окончательного приговора ему придется посидеть в колонии. Собственно, Кучербаеву и его подельнику вменяется злоупотребление служебным положением при строительстве социальных объектов, это тоже очень важно, на общую сумму, внимание, 2 миллиарда рублей. И тут вспоминается сразу, как бил себя в грудь дорогой Радзи Фаритович во время прямой линии, вот буквально месяц назад на БСТ, он твердо заявлял, что в бытность его, главой республики Башкортостан, ни один чиновник, ни один член его команды не нарушал уголовных законов и никакой коррупции у него в команде нет. А все вот аресты, которые были при нем, Хабиров относит к старым хамитовским делам, преступлениям и так далее, и так далее. То есть он четко отгородился и заявил, что при нем никаких злоупотреблений не было. Так вот, дорогой Радзи Фаритович, Верховный суд Республики Башкортостан, как говорится, вас макнул в что-то очень даже неприятное. Потому что преступления, за которые осужден сейчас Рамзиль Кучербаев, назначенный вами лично и отобранный вами лично министр, были совершены именно в вашу бытность главой республики Башкортостан. То есть вы, Радзи Фаритович, господин Саврамша, как говорилось у Булгакова. Когда Хабиров назначал Кучербаева, а он его лично назначал, повторюсь, люди в ярко-золотых погонах очень отговаривали Хабирова. Ну, говорили, что Радзи Фаритович, не делай этого, Кучербаев преступник, мы его, значит, скоро задержим и посадим. Ну, тогда Хабиров взбрыкнул, взвился, стал стучать ладонями по столу, дескать, я здесь глава региона или кто, ну и, в общем, взял и, в общем, назло всем назначил. Ну, люди в ярко-золотых погонах поморщились и деловито посадили уголовника Кучербаева на семь с половиной лет. Я не знаю, как вот это оценивать, да, то ли как попытку переломить через колено, как обычно, ситуацию у Хабирова, то ли он был раздражен и уже отягощен многочисленными вмешательствами силовиков в его, как говорится, администрирование команды. Ну, вот яркий пример того, когда нужно было слушать старших. Кстати говоря, вопрос о возмещении ущерба в случае с Кучербаевым стоит еще более остро. Ну, хотя бы потому, что суммы разные. У Беляева вменялось там 90 с чем-то миллионов рублей ущерба бюджета, у Кучербаева это уже 2 миллиарда рублей. Ну, а еще зарплаты министров, которые Хабиров упорно выплачивал и Беляеву, и Кучербаеву на протяжении всех двух лет, пока длилось следствие. Хабиров был свято уверен, что он их отмажет, вытащит, что они будут объявлены невиновными, и эта зарплата, ну, как говорится, будет законно выплачена. Что теперь делать с вот этими 12 с лишним миллионами рублей, которые он заплатил из бюджета, из нашего кармана, вот этим двум уголовным преступникам? Ну, по-хорошему, конечно, надо бы отозвать эти суммы. Я не знаю, существуют ли законные основания и возможности это сделать, но, как честный человек, Ради Фаритович должен, конечно, из своего кармана возместить бюджету вот этот ущерб. Он в данном случае как минимум ошибся. Если предположить, что он заблуждался, то он точно ошибся. То есть, и вот эти 12 миллионов он лично должен отдать, как говорится, снять со сберкнижки и вернуть государству. Вот это будет по-честному. А так будет казаться, что он, ну, то ли, как говорится, зону грефом грел, да, то ли там, я не знаю, братву обеспечивал, то ли еще что-то. Вот теперь это выглядит так, потому что двое уголовников, вот уже доказанных судом уголовников, и он, как глава республики, из бюджета заплатил им 12 миллионов рублей. Двум уголовникам. Ну, некрасиво получилось. Однако, Хабиров, судя по всему, чему-то все-таки учится. История с Кучербаевым, вероятнее всего, научила его, ну, хоть как-то прислушиваться к тем сигналам, которые ему поступают в отношении его подчиненных. И сейчас я говорю о Яне Гайдук, вот этой вот, теперь уже, судя по всему, бывшей предводительнице абсолютно смехотворного и какого-то гротескного комитета по делам молодежи. Это самая Яна Гайдук в недавнем прошлом, совсем недавно, была обыскана, там, по месту жительства и работы сотрудниками спецслужб. Выявлялись определенные предполагаемые злоупотребления с ее стороны. Хабиров тогда никак не среагировал. Это самое Яна Гайдук среагировал очень истерично, что-то там про инопланетян начало бормотать. И вот, буквально вчера, в пятницу вечером, госпожа Гайдук разослала всем своим знакомым, там, друзьям и коллегам слезное прощальное письмо на тему того, что, дескать, я ухожу и прочее, и прочее. Я даже приведу небольшую цитату из этого письма, а оно вполне себе примечательно. Дорогие коллеги, пишет Яна Гайдук, я завершаю свою работу в должности председателя Госкомитета РБ по молодежной политике. Хочу сказать вам спасибо за опыт совместной работы и поддержку. Моя работа в большей степени была сориентирована на формирование основ и смыслов. Вот такое вот глубокое заявление делает Яна Гайдук. Планов было много, но важно объективно понимать, когда наступает пора уходить. Вот этого, я от себя скажу, вот этого свойства у башкирских чиновников точно никогда не было. Знать, когда уходить. Ну, прямо сердце крови обливается. Для меня, пишет Яна Гайдук, основным принципом была и остается порядочность. Никакой драмы нет, далее продолжает госпожа Гайдук. Я двигаюсь дальше. В планах у меня защита докторской диссертации. И продолжение работы, но в другом формате, всегда остаюсь для вас на связи. Ваша Яна. Ну, в общем, вот такое вот слезное, покаянное письмо практически было написано Гайдук вчера вечером. Судя по всему, в понедельник, наверное, мы услышим о кадровых перестановках, о возможной упразднении этого совершенно ненужного комитета. Но, повторюсь, Хабиров, судя по всему, чему-то учится. После вот этого обыска, значит, и дознания, госпожа Гайдук вылетает, как пробка из бутылки из своего комитета. И, по моей информации, отправляется, внимание, работать в Уфимский университет науки и техники, вот этот вот объединенный вуз, который постепенно превращается в некий могильник отставных хабировских чиновников. Ну, я с содроганием представляю, какую пользу нанесет Яна Гайдук башкирской науке, но, видите ли, она замахнулась там написать теперь диссертацию. Но, вообще, девушка действительно очень одаренная. Я знаю, как она написала свою кандидатскую диссертацию. Судя по всему, также она будет писать и докторскую. Однако, Яна Гайдук не единственный кандидат на санацию в правительстве Хабирова. Упорные слухи ходят и о том, что господин Авзалов уже готовится на выход. Тому подтверждением будет интересный момент на минувшей оперативке, когда Хабиров чуть было не дал Авзалову поручение по поводу чего-то связанного с туризмом. И тут же сам себя остановил и сказал, а, нет, это не вам. И, значит, кому-то перепоручил. То есть, было такое ощущение, что Авзалову уже ничего поручать как бы нет смысла. Значит, Рустам Викторевич, и, наверное, скорее нет. Вообще, по логике вещей, да, мы помним, что Авзалов находится сейчас в состоянии подсудимого. Его судят за злоупотребление, предполагаемое, пока злоупотребление, в Сибае, когда он был мэром. И Хабирову было бы выгодно, пожалуй, что вот сейчас заранее избавиться от Авзалова, пока его, как говорится, не вынесли приговор. Хотя, по сути, конечно, эта ситуация не поменяет. Если Авзалов будет признан виновным и будет осужден, неважно, там, условный срок, реальный срок, еще что-то, то он просто упадет очередной монеткой вот в эту копилку Хабирова, копилку осужденных членов его команды. Несмотря на то, что аудитория канала «Открытая политика» неуклонно растет, далеко не все наши подписчики понимают, что канал наш существует исключительно за счет их пожертвований. Так что я призываю вас активнее помогать каналу материально. Сделать это можно через расчетный счет, который мы публикуем в каждом нашем видео и под каждым нашим видео в описании. Ну, а если вы этого не понимаете или не поймете, то боюсь, что у вас есть вероятность остаться один на один с БСТ. Прогноз экономического развития Республики Башкортостан, как стало известно от самого же правительства Республики Башкортостан, на 2024 год очень неутешительный. Ну, не вдаваясь в сложные выкладки и пугающие бюджетные коллизии, достаточно проанализировать один показатель, чтобы понять всю тревожность ситуации. Министерство финансов Республики Башкортостан спрогнозировало в 2024 году падение налога на прибыль башкирских предприятий аж на целых 7,5%. В деньгах это целые 2,8 миллиарда рублей. То есть, несмотря на рост отпускных цен повсеместно у всех предприятий, что как бы могло бы хотя бы в суммах увеличить оборот выручку и соответственно налоги, несмотря на то, что цены растут, налог с прибыли будет падать по мнению нашего Минфина. Означать это может только одно спад производства. А значит, когда идет спад производства, то это снижение численности работающих, снижение зарплаты или как минимум остановка ее роста. Это касается жителей региона. Как-то нелогично и странно, при этом на этом фоне выглядит намерение Минфина того же самого Минфина Республики и Башкортостан собрать на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2023 году налога с доходов физических лиц. То есть, вот с предприятий налог на прибыль они на 2,8 миллиарда соберут меньше, а с физических лиц планируют собрать на 2 миллиарда больше. Ну, черт возьми, откуда возьмутся доходы физических лиц, если в Республике падает производство и падает предприятие и они перестают приносить прибыль. Откуда возьмутся эти 2 миллиарда у населения по мнению Минфина? Ну, не из гробовых же денег со своего там, или каких-то выигрышей в лотерею или еще чего-то. Нет, это не серьезно. Но, тем не менее, Минфин Республики предполагает собрать больше с жителей, чем собирал с предприятий. Так или иначе, чиновники поняли, что в 2024 году всем будет непросто, будут проблемы, будут проблемы с деньгами и так далее, и так далее. И, естественно, чиновники позаботились в первую очередь о самих себе дорогих. В то время, когда бюджет Республики трещит по швам, а Минфин уже занимает в последние дни декабря полтора миллиарда под 16% годовых, чтобы залатать дыры в бюджете, выясняется, что средняя зарплата госслужащих, чиновников региональных органов власти и муниципальных служащих в Республике Башкортостан существенно выше, чем в среднем по повозкам федеральному округу. Вот давайте сравним цифры. ПФО, значит, зарплата чиновников региональных органов власти средней 66 тысяч, в Республике Башкортостан 68 600, госслужащие в ПФО 68 тысяч, в Республике Башкортостан 72 900, муниципальные служащие по ПФО средняя зарплата 48 300, в Республике Башкортостан 57 800. И, обращаю ваше внимание, это данные только о начисленной зарплате. Те, кто работал в госслужбе или знает, как это устроено, те понимают, что начисленная зарплата это примерно половина от того, что реально получает человек на руки. То есть, умножаем эти цифры на два. Очень даже не кисло получается. Сюда добавляйте бесплатный транспорт для некоторых или для многих чиновников, бесплатную медицину хорошего уровня, чего не получают остальные жители, льготы, всевозможные субсидии и прочее, прочее, и все вот это складывается вполне себе в очень даже не кислое существование. Сложив все это вместе, вы поймете, как живут чиновники Республики Башкортостан и насколько они подстраховали себя от всех сложностей и коллизий грядущего 2024 года. Например, средняя зарплата мэров городов Уфы составляет 260 тысяч рублей в месяц. Не забудьте эту цифру умножить на два. По тем самым причинам, которые я оговорил ранее. Но тут вспоминается старый советский анекдот. Звонок на армянское радио. Скажите, пожалуйста, а будут ли деньги при коммунизме? Отвечаем. У кого-то будут, а у кого-то нет. Завтра, 14 января в 21.00 наконец-то состоится очередной стрим открытой политики 97-й стрим. Оборудование наше отремонтировано, настроено, так что подключайтесь завтра вечером. Наконец-то пообщаемся напрямую. Постараюсь ответить на все наши и ваши вопросы. Как говорится, есть у нас о чем поговорить накопилось. Однако, и увы, не у всех перспективы так безоблачны, как у башкирских чиновников в 2024 году. Республика Башкортостан заняла пятое почетное место по количеству выданных микрозаймов по Российской Федерации. Это по данным Национального бюро кредитной истории. Всего под очевидно грабительские проценты россияне перехватили до получки в 2023 году аж целых 440 миллиардов рублей. Закредитованность населения России рекордная и общая сумма задолженности по всем видам займов уже достигла 33 триллионов рублей. На минуточку это больше, чем весь бюджет Российской Федерации, который составлял в 2023 году 29 триллионов рублей. Только за одно электричество россияне и предприятия Российской Федерации задолжали уже 320 миллиардов рублей. И это только электричество, а еще кредиты, ипотеки, рассрочки и так далее. И вот на этом фоне башкирские чиновники решили повысить аж на 30% сразу стоимость школьного питания. Плотно сидящий на теме школьного питания министр торговли Республики Башкортостан Алексей Гусев попытался объяснить этот скачок цен тем, что теперь детишек будут в школах кормить по новому, абсолютно изысканному, вкуснейшему меню. Но почему-то верится с трудом. Так себе объяснение получилось. Лучше бы Гусев чаще слушал Владимира Путина и учился у него. Например, 60% подорожение куриных яиц Владимир Путин на голубом глазу, как говорится, объяснил тем, что случилось оно по причине роста благосостояния россиян. По яйцу видите, у нас еще произошло. Вовремя просто не сориентировались, просто объем производства у нас не уменьшился, потребление в связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курицу. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели. Теперь, благодаря любезному объяснению вот этой ситуации от нашего бессменного и несменяемого лидера, мы можем предположить, что тарифы ЖКХ, продукты питания, обучение в вузах, топливо, медицинские услуги, транспорт, жилье и так далее, все это дорожает только от того, что мы живем все лучше и лучше. Вот каждый днем живем все лучше и лучше, потому все дорожает. Ну, жаль, что мы этого пока не ощутили, ну, и соответственно не можем понять. Подписка на наш канал это подтверждение того, что мы нужны вам. Так что, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы уже подписаны, подпишите своих друзей и родственников, ставьте лайки, комментируйте, участвуйте в жизни канала, все это помогает продвигать его в системе Ютуба и делать еще более заметным для других зрителей. Так что, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, помогайте каналу Открытая политика. В Башкирии не утихают споры о том, почему же внезапно покинула свой пост руководитель Центризбиркома Республики еще совсем недавно казавшаяся самой надежной подельницей Хабирова в выбранных делах и схемах Илона Макаренко. Некоторые злые языки предположили, что Илону Анатольевну снесли с должности из-за нелояльности к специальной военной операции некоторых членов ее семьи. Но мы, конечно же, не верим злым языкам и продолжаем наивно верить в самую фантастическую версию о внезапно проснувшейся гражданской совести Илоны Макаренко. Хотя я вполне допускаю, что, возможно, ее уход связан с тем, что она узнала, как собирались подписи за выдвижение Владимира Путина от Республики Башкортостан. Процессом этим рулили двое гениев башкирской внутренней политики Кельсинбаев и Насрединов. Насрединов – это главарь местных единороссов, по крайней мере, руководитель исполкома. О том, как они собрали эти подписи, там, семь с половиной тысяч от региона на минимум, но собирались с запасом, мы вам расскажем подробно и в деталях в ближайших выпусках. Возможно, госпожа Макаренко просто решила не становиться в один ряд с персонажами, подобными Уралу Кельсинбаеву, и, ну, в этом смысле я ее очень понимаю. Хотя, это, повторюсь, мое предположение. Кое-как пережив уфимские новогодние каникулы, горожане вновь окунулись в Мавлийский ад. Пробки на нечищенных дорогах в Уфе достигли 11 баллов по 10-бальной шкале. Автобусы ходят раз в два часа на некоторых маршрутах и набиты так, что уже на ходу не закрывают двери. Дети в школах сидят в шапках и верхней одежде, хотя чиновники это все опровергают и заявляют, что это все фейки и провокации против процветающей республики. Мэрия Уфы окончательно запуталась в показаниях. Мавлиев честно разводил руками и говорил, что не понимает, что от него требуют. Одни пишут, требуют убирать снег ночью, другие требуют, чтобы снег убирался днем. Вот, видимо, он и решил, что всем не угодишь и решил вовсе и на проезжей части не чистить. Ну, исключение составляют, конечно, места, где перемещаются на автомобиле Радий Фаридович и сам господин Мавлиев. Остальное, как говорится, само по весне растает. Вот эта вот концепция само растает, судя по всему, превозобладала в концепции уборки снега в мэрии Уфы. А под конец минувшей недели мэрия и вовсе уверенно заявила, что в январе жалобы от горожан на уборку резко снизились, благодарностей недалеко. Впрочем, фантазия не оставила Радмира Мавлиева в отличие от разума. Перед Новым годом он заявил, что Затонский мост надо срочно ремонтировать. Ну, тут, как говорится, юное дарование вообще поняло, что оно сказало. Ведь то, что предлагает Мавлиев закрыть на ремонт Затонский мост полностью обнуляет смысл, например, восточного выезда, которым так гордятся в Белом доме. Мало того, что восточный выезд все еще не соединен через улицу Галля с Затонским мостом, так теперь этот мэр Уфы предлагает сам мост закрыть. То есть, тем самым вообще отменяя всякую идею вот этого восточного выезда. Ну, я думаю, что старшие товарищи сейчас сроченько приведут в разум этого юношу, и он откажется от этой идеи. Вообще, Мавлиев в последнее время креативит не по-детски. На месте кругового движения на центральном рынке этот светоч урбанистики предлагает разбить сквер, устроить там некое П-образное движение вместо кругового движения, а вот на этом участке, где кольцо, там он собирается сделать скверик очередной. видимо, там армянские товарищи уже наточили лопаты. Ну, будучи человеком, приехавшим в Уфу из деревни совсем недавно, Ратмир Мавлиев мог и не знать, что кольцо центрального рынка это место максимальной загазованности в городе Уфе, ну, по всевозможным замерам, и одно из самых экологически неблагополучных мест в Уфе. И устройство там Т-образного или П-образного перекрестка только усугубит ситуацию в воображаемом Мавлиеве скверике. Ну, кто-нибудь, в конце концов, объясните этому юному дарованию, как все устроено в Уфе, а то ведь, ну, он нас тут наворотит дел, потом будем разбираться за ним. А еще у городской мэрии появилось гениальное решение проблем, которые та же самая мэрия создает. Например, если дороги, ну, так засыпаны снегом, что даже по ним не может проехать рейсовый автобус, можно просто укоротить маршрут. Ну, вот так и сделали с маршрутом 57 и 57А. Раньше этот маршрут заканчивался аккуратно против 21-й больницы. Уфы это самое крупное в республике Башкортостан медицинское учреждение. И все больные, посещающие там с яблоками и апельсинами, ну, доезжали до самой больницы. Теперь этот проезд занесло снегом, Мавлиевская, значит, КВН-команда решила снег этот не очищать, и просто укоротили маршрут. Больные пациенты, посещающие с этими апельсинами в сетках, теперь, значит, через вот эти снежные торосы и буераки пешком, пешкодрапом добираются от того места, докуда доезжает 57 или 57А автобус. Согласитесь, гениальное решение, ничего чистить не нужно. Впрочем, проблески чистого разума у Фимской мэрии все-таки иногда случаются. Мавлиев отказался от покупки ретро-трамваев к юбилею города. Ну, юбилей этот и вовсе сместили уже с запланированного 12 июня 24 года на какой-то непонятный неопределенный срок попозже. Есть предположение, что Ради Хабиров задумал совместить светлый праздник 450-летия Уфы с днями своих перевыборов на второй срок. Это будет особенно смешно, если вот этот юбилей перенесут на сентябрь. А мне вот кажется, что не время вообще праздновать, что вообще нужно отменить этот юбилей. Время-то нынче тревожное. Он, как говорится, за любую вечеринку может прилететь. Соответственно, может и юбилей нам нашему городу не нужен. Тем более, что из всех мероприятий, которые они там планировали. Получился только один кукольный театр. Ну и еще армяне, конечно, хорошо успели поживиться на переукладке хорошей плитки взамен на очень хорошую. Если вы устали от беспросветного негатива, который нас окружает в обычной жизни, вот вам радостная светлая новость. В Башкирию перед самым Новым годом привезли еще 9 зубров. Новеньких, совершенно не пуганных суровыми башкирскими морозами. Судьба старых зубров пока покрыта мраком, но министр экологии Ниас Фазылов заявляет уверенно, что, несмотря на то, что увидеть старых зубров невооруженным глазом не представляется никакой возможности, тем не менее, они живы, счастливы, здоровы и даже сочиняют благодарственное письмо дорогому Радио Фаритовичу за избавление от кровавого батьки Лукашенко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин